Делавая Рязань Делавая Рязань имею право. Сегодня ее тема – поездка несовершеннолетних детей за рубеж. Вы планируете поменять место работы или хотите пройти курсы повышения квалификации, но не знаете, как это сделать? На ваши вопросы в рамках рубрики «Работа, занятость, карьера» отвечает главный специалист отдела анализа рынка труда и программ занятости Главного управления Государственной службы занятости населения Рязанской области Валерий Валерьевич Кольцов. В эфире программа «Деловая Рязань» в студии Евгения Хрустова и мы двигаемся дальше. На очереди рубрика «Имею право», где вы можете задать свои вопросы нотариусам. Тема рубрики «Имею право» сегодня – выяснить совершеннолетних детей за границу. Какие для этого нужны документы, какие справки. Подробности в следующем сюжете. Лето – традиционная пора отпусков, которые могут пройти как на территории Российской Федерации, так и за границей. Для последнего необходимы соответствующие документы, в том числе и для несовершеннолетних детей. Какие справки необходимо предоставить для того, чтобы оформить выезд ребенка за границу? Кто из родителей или законных представителей может это сделать? И какое участие в этом принимает нотариус? Узнаем все это из постоянной рубрики программы «Деловая Рязань» «Имею право». Выезд несовершеннолетних граждан Российской Федерации за рубеж и оформление документов, требующих для выезда, регулируется Конституцией Российской Федерации, федеральным законом номер 114 ФЗ от 15 августа 1996 года с изменениями и дополнениями о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию. Также рядом постановление правительства Российской Федерации, указами МВД Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации и международными договорами. Для пересечения российской границы ребенок, так же как и взрослый, должен иметь при себе удостоверение личности. Это может быть индивидуальный паспорт, либо запись в паспорте одного из родителей, при условии, что ребенку не исполнилось 14 лет. Если в международных договорах порядок, указанный в федеральном законе, изменяется, то применяются правила международных договоров. Давайте рассмотрим варианты выезда ребенка за границу с родителями и без. Первый вариант – это когда ребенок выезжает за границу, например, на отдых с одним из родителей. Процедура по оформлению выезда в этом случае несколько упрощается. Несовершеннолетние граждане Российской Федерации, выезжающие с одним из своих законных представителей, хотя бы с одним из своих законных представителей, могут иметь заграничный паспорт. Обязательно граждане должны иметь заграничный паспорт по достижению имени 14-летнего возраста. До этого возраста паспорт они могут иметь в согласии родителей. Также несовершеннолетние граждане Российской Федерации, которые выезжают за рубеж, могут выезжать совместно с родителем, если они у них указаны в заграничном паспорте. Родители, которые совместно с ними выезжают. Если ребенку на момент выезда уже исполнилось 6 лет, то паспорт родителя также должна быть вклеена фотографией этого ребенка. Обязательно с поставлением печати паспортной визовой службы. Несоблюдение таких требований нередко влечет отказ в выезде ребенка или въезде ребенка в Российскую Федерацию. Для выезда только с одним из родителей от второго не требуется согласие. Однако, если один из родителей заявит о своем несогласии на выезд несовершеннолетнего, статья 21, вопрос о поездке будет зависеть от него. Если ребенок выезжает с одним из родителей совместно, не только родителей, а вообще законных представителей, то есть родители, усыновители, опекунов, попечителей, то согласие второго родителя по этому закону федеральному, оно не требуется. Только если в таможенных органах нет заявления от этого родителя о том, что он препятствует выезду ребенка за пределы Российской Федерации. Порой бывает необходимость выезда ребенка за границу без сопровождения родителей. В этом случае необходимо согласие на выезд. Согласие на выезд ребенка требуется только в том случае, если ребенок выезжает без родителей, например, с другими родственниками или в составе группы. Согласие пишется любым из родителей и заверяется нотариально. Форма согласия есть у любого нотариуса. В данном случае, помимо заграничного паспорта, ребенок должен также предъявлять нотариально удостоверенное согласие родителя на выезд ребенка с указанием обязательно срока поездки и с указанием стран или страны, которые ребенок будет посещать. И в законе указано, в статье 20 Федерального закона, о порядке выезда из РФ и въезда в РФ указано, что достаточно согласия одного из законных представителей. Но при оформлении таких документов родители должны предусмотреть, что при оформлении визы на ребенка, когда ребенок едет самостоятельно, без сопровождения родителей, посольство некоторых государств требует, чтобы было согласие удостоверено от обоих родителей. Это, например, страны Шенгенского соглашения. Теперь давайте поговорим о необходимых документах для выезда ребенка за границу. Возраст до 7 лет. Необходима запись в паспорте родителей с фотографией, только если этого требует страна назначения, либо документ, удостоверяющий личность. Согласие на вывоз, если ребенок едет в сопровождении посторонних, без родителей. Свидетельство о рождении ребенка, если записи ребенка отсутствует в паспорте сопровождающего родителя. Возраст от 7 до 14 лет. Запись в паспорте родителей с фотографией, либо документ, удостоверяющий личность. Согласие на вывоз, если ребенок едет без родителей. Свидетельство о рождении ребенка, если записи ребенка отсутствует в паспорте родителя. Возраст от 14 до 18 лет. Документ, удостоверяющий личность ребенка. Для выезда ребенка за границу с обоими родителями он должен иметь либо заграничный паспорт, либо быть вписанным в заграничный паспорт хотя бы одного из родителей. Вопрос о выезде за границу без сопровождения родителей, например, с дядей, бабушкой, знакомыми в составе группы, у ребенка должен быть заграничный паспорт и нотариально оформленное согласие родителей на выезд с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить. При выезде за границу на срок более трех месяцев, например, на учебу, должно быть также получено согласие на выезд попечительского совета. Оформление согласия на выезд несовершеннолетнего гражданина за рубеж нотариус удостоверяет личность обратившегося гражданина и проверяет его полномочия, что он является законным представителем ребенка. То есть в данном случае законные представители – это либо родители, либо усыновители, либо опекуны, либо попечители. То есть предъявляется действующий паспорт гражданина Российской Федерации и предъявляются документы, подтверждающие полномочия. То есть если это родители, то свидетельство о рождении детей, усыновители – тоже свидетельство о рождении детей. Если это опекуны или попечители, то соответствующее постановление о наделении их полномочиями. Все документы предъявляются в подлинниках. У некоторых стран есть особые условия въезда на их территорию граждан Российской Федерации. Значит, если несовершеннолетние граждане выезжают в страны СНГ, такие как Белоруссия, Украина, Казахстан, Молдова, Армения, с которыми между Российской Федерацией правительственные соглашения о перемещении граждан заключены такие соглашения, то несовершеннолетние граждане до 14 лет могут въезжать совместно с родителями по свидетельству о рождении. Но обязательно должно быть сплетно условие подтверждения их российского гражданства. То есть на свидетельстве о рождении ребенка проставляется либо штамп о гражданстве, либо вкладыш соответствующий. Когда ребенок едет без сопровождения законного представителя или попечителя, необходимо учесть все особенности законодательства, особенно стороны пребывания. Когда ребенок выезжает без сопровождения законного представителя, родители тоже должны предусмотреть такие ситуации, когда ограниченное законодательство страны пребывания, оно отличается существенно от правил, которые установлены на границе Российской Федерации. И в избежание вот таких вот нюансов желательно, чтобы если все-таки ребенок едет с одним из родителей, у них было в наличии согласие от второго родителя. Так как же должно быть оформлено согласие на выезд ребенка за границу? Само согласие составляется со слов законного представителя ребенка. То есть согласие должно быть обязательно указано срок выезда из страны, в которые ребенок намерен посетить. Причем в согласии должны быть конкретно указаны конкретные страны. То есть недопустимы такие формулировки, как любая страна мира. Или формулировка, где страна указывается не в соответствии с общепринятыми названиями государств. То есть, например, страны Прибалтики. Исключение в данном случае составляют только страны так называемого Машинденского соглашения. Оформив все документы правильно и своевременно, вы избавите себя и своих близких от ненужных хлопот, которые могут омрачить ваше путешествие. Пусть от поездки и подготовки к ней у вас останутся только приятные воспоминания. А сейчас пришло время второй части рубрики программы «Деловая Рязань. Имею право». Ответы на вопросы целезрителей. Первый вопрос поступил от Марины Александровны. Марина Александровна несколько лет назад передала свою квартиру в дар. И сейчас передумала дарить ее именно этому человеку. Может ли она как-то передарить ее тому, кому желает на данный момент? Договор дарения, он считается, право собственности по договору дарения возникает с момента государственной регистрации. То есть недостаточно составить договор, право собственности возникнет только после государственной регистрации данного договора. Если таковая регистрация уже произошла, то впоследствии даже по согласию обоих сторон договора расторжение возможно только в судебном порядке. Если государственной регистрации не было, то по соглашению обоих сторон возможно расторжение. То есть, если это нотариальный был договор, то же стороны обращаются в нотариальную контору и составляют соглашение о расторжении договора. В случае, если, как я объяснила, госрегистрация уже произошла, это только обращаться в суд. В суде нужно будет, естественно, доказать, что каким-то образом были нарушены права при удостоверении настоящего договора. То есть, либо гражданин не понимал значения своих действий, либо он это делал недобровольно, то есть, было какое-то воздействие на него. Вот это все уже будет расторжение по решению суда. Второй вопрос поступил от Лидии Ивановны. Лидия Ивановна интересуется, может ли она претендовать на большую часть квартиры своей недавно скончавшейся матери, в отличие от своей сестры, которая никогда не ухаживала за ней. А Лидия Ивановна в последнее время осуществляла уход за своей матерью. То есть, если собственник имущества жив, то речи о наследстве вообще не может быть. То есть, при жизни собственник распоряжается своим имуществом по своему усмотрению. То есть, собственник, если это мать, она вправе без согласия детей и других родственников, то есть, их нельзя назвать наследниками. Она вправе совершать любые сделки, которые разрешает закон. То есть, продавать, дарить, менять. Также она может написать завещание на случай своей смерти. То есть, речь о наследстве, она может быть только когда уже собственник умирает. В этом случае, если собственник не оставил завещание на какое-то конкретное лицо, то будет наследование по закону. То есть, наследники в первую очередь это супруг, наследодатель, его родители, его дети. Все являются наследниками в равных долях. То есть, существует предусмотренный законом шестимесячный срок для принятия или отказа от наследства. В этом случае наследники в материальную контору приходят и заявляют о своем намерении. Либо они принимают наследство, то есть, удостоверяется соответствующее заявление, либо они от него отказываются. Отказ, он идет не конкретно от части дома, как вы говорили, а конкретно идет отказ от наследства. То есть, наследство – это все имущество, которое окажется принадлежащему умершему на день его смерти, в чем бы оно ни заключалось, где бы ни находилось. То есть, либо наследник все имущество принимает, либо от всего отказывается. Отказ, он окончательный, это заявление, оно безденежный отказ, то есть, он отдает свою долю безвозмездную. То есть, как бы в данном случае, как бы сформулирован вопрос, там речи наследства вообще не идет. То есть, там собственник имущества жив, и он все, что угодно делает, он не спрашивает разрешения у своих детей. Только согласие супруга, если это наш, то в период брака, ну, никак не детей. Третий вопрос поступил от братьев Константина и Анатолия. Константин отказался в устной форме от своего права наследования на дом. Мать обоих братьев еще жива. Может ли это решение считаться окончательным? В данном случае уход, содержание наследодателя, это нравственно-этический аспект. То есть, юридически, если наследодатель не оставил завещание, в котором не указал, что вот конкретному лицу какому-то завещается квартира. То есть, по закону, все ее наследники, в первую очередь дети, они имеют равные права. То есть, в данном случае, то, что ухаживала одна из дочерей, это не может послужить увеличением ее доли в наследстве. Вы хотите поменять место работы или, может быть, хотите повысить квалификацию? Или вообще поменять профиль работы? Но у вас есть вопросы? Вы услышите ответы на них прямо сейчас в рубрике «Работа, занятость, карьера», который проводится совместно с Рязанским центром занятости. Сегодня на вопрос телезрителя отвечает главный специалист отдела анализа рынка труда и программ занятости Главного управления Государственной службы занятости населения Рязанской области Кольцов Валерий Валерьевич. Первый вопрос. Он от Максима, ему 23 года. В прошлом году он закончил высшее учебное заведение и интересуется, может ли он пройти курсы повышения квалификации в Центре занятости и что для этого необходимо сделать? Да, Максим может пройти курсы повышения квалификации. Для этого ему необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту его жительства и получить статус безработного. Перчин профессий, по которым служба занятости проводит обучение, очень разнообразен. И насчитывает более 40 профессий и специальностей. Это такие, как оператор ВМ, секретарь руководителя, дизайн в интернете, реклама и полиграфия, экономика, бухгалтерский учет и аудит и многие другие. Кроме того, в службе занятости практикуется обучение под конкретные рабочие места. Все обучение проводится бесплатно. Следующий вопрос поступил от Алексея Михайловича. Ему 58 лет, он военный пенсионер. На пенсии уже 3 года. Он интересуется, может ли он получить какое-то содействие от Центра занятости? В службе занятости оказываются государственные услуги бесплатно гражданам, независимо от их социального статуса. При обращении в Центр занятости населения гражданину необходимо будет предъявить паспорт, документ об образовании, трудовую книжку и пенсионное удостоверение. При этом, по его заявлению, ему могут быть оказаны следующие государственные услуги. Это содействие в поиске подходящей работы, организации временной занятости и информирование о состоянии на рынке труда. Алифтина Михайловна, 45 лет, интересуется, может ли при увольнении по собственному желанию она получать пособие по безработице? Да, Алифтина Михайловна будет получать пособие по безработице. И при этом, если она будет иметь 26 календарных, полностью отработанных и оплачиваемых недель, то ее пособие будет установлено в процентном отношении к среднему заработку, исчисленном за последние три месяца предшествующего увольнения. На сегодняшний день минимальный размер пособий по безработице составляет 850 рублей, максимальный – 4900 рублей. Марина, 32 года, совмещает две работы. Интересуется, может ли она без отрыва от производства пройти курсы повышения квалификации в Центре занятости? Служба занятости населения организует профессиональную подготовку, переподготовку, профессиональное обучение только для граждан, признанных в установленном законном порядке безработного. На сегодняшний момент она является гражданином, занятой трудовой деятельностью. И в соответствии с законом о занятости населения в Российской Федерации, быть признана безработным она не может. Следовательно, пройти обучение по направлению службы занятости, к сожалению, она не может. Следующий вопрос поступил от Ольги. Ей 28 лет. По образованию она юрист. Находилась до недавнего времени в декретном отпуске. Теперь интересуется, может ли Центр занятости оказать ей какую-то помощь, в том числе и по переквалификации. Содействие гражданам в поиске подходящей работы – это главная задача службы занятости населения. Если у вас возникает сложности в трудоустройстве, вы можете обратиться в Центр занятости населения по месту вашего жительства. И по вашему заявлению вам бесплатно окажут все необходимые вам государственные услуги, в том числе и услугу в содействии в поиске подходящей работы. На сегодняшний момент в банке данных службы занятости населения Таризанской области насчитывается более 5000 вакансий. Если в ближайшее время не удастся решить вопрос с трудоустройством, то служба занятости готова предложить другие варианты организации занятости граждан. Такие как переподготовка, повышение квалификации, обучение, организация временной занятости и так далее. Последний вопрос, который прозвучит сегодня в рубрике «Работа, занятость, карьера» поступил от Виталия. Ему 34 года. Он интересуется, что нужно сделать, если его увольняют с работы по сокращению штата. Может ли он встать на бирже труда? В какие сроки и какие документы необходимо для этого предоставить? Виталию в первую очередь необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту его жительства и зарегистрироваться в качестве гражданина, ищущего работу для решения вопроса о дальнейшем его признании безработных. Для этого Виталию необходимо иметь при себе паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, справку о средней зарплате за последние три месяца, предшествующую увольнению. И если у Виталия имеются ограничения по наказанию к труду, соответственно, документы, подтверждающие эти медицинские ограничения. Кроме этого, если Виталий желает сохранить право на получение выходного пособия от работы дателя за третий месяц, то ему необходимо обратиться в службу занятости в течение 14 календарных дней предшествующих увольнений. Если у вас тоже возникли вопросы, которые касаются вашей работы, занятости или карьеры, звоните по телефону 97-5167. В ближайших выпусках программы «Деловая Рязань» вы услышите ответы на них, а Рязанский центр занятости поможет вам в трудоустройстве. Если есть каска, считаете ли вы свой автомобиль надежно застрахованным? Практика показывает, что страховые компании не спешат расстаться с деньгами, которые вам положены при наступлении страхового случая. Особенно, если речь идет о более-менее крупной сумме. Героиня нашего сюжета, предпринимательница Галина Копралова, столкнулась с этим. 13 января 2010 года я приехала в ресторан «Былина» в 18 часов на серьезное мероприятие. Машину было так же, как сейчас. Негде было поставить машину, поэтому пришлось даже несколько раз возвращаться, искать себе место. И кое-как нашла, поставила машину. Через 45 минут вышла, смотрю, автомобиля нет. Галина, как и следует поступать в таких случаях, вызвала сотрудников милиции, которые запротоколировали факт угона автомобиля, и представителей своей страховой компании. Уже в офисе этой компании Галина напишет, что в угнанной машине находились водительские права, свидетельство о регистрации автомобиля и карточка, удостоверяющая прохождение техосмотра. Естественно, я привезла ПТС сразу в страховую компанию. Они говорят, ну все хорошо, давайте ждать окончания следствия, затем мы выплатим вам страховку. Выплатить страховку обещали, как только получат официальное уведомление о приостановлении уголовного дела. Два месяца проводились следственные действия. Незадолго до их приостановления Галина Копралова приехала к страховщикам поинтересоваться решением их ближайших общих вопросов. Однако у компании появился некий довод. Вы знаете, там видеокамеры вообще по периметру есть, и почему-то ваш автомобиль не видно. Наша служба безопасности никак не может найти ваш автомобиль на видеозаписи. То есть, как только мы его найдем, мы вам подтвердим, что все хорошо. Вообще фиксация видеонаблюдения какого-либо места нахождения транспортного следствия вообще не может быть прописана в каких-либо правилах, так как это противоречит не только действующему законодательству, но и здравому смыслу. Когда уголовное дело было официально приостановлено, Галина вновь обращается в свою страховую компанию. И оказалось совсем интересно. К сожалению, они в соответствии с договором не могут выплачивать мне страховую сумму, так как документы были оставлены в автомобиле. Точнее, вот из-за такого оставленного в автомобиле свидетельство о регистрации и весь, так сказать, сыр-бор. Почему они мне не сказали в первый приход, когда я им заявление писала? Почему надо было ждать три месяца для того, чтобы потом вот это выдвинуть, такую идею? Согласно правилам дорожного движения, у нас автолюбители, скажем так, должны иметь определенное наличие, определенный перечень документов, согласно которым для общения с инспектором ГИБДД. То есть в данном случае документы, такие как, допустим, свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства постоянно должны находиться при водителе. В случае их отсутствия, соответственно, штраф и так далее, вплоть до лишения прав происходит. Таким образом, нахождение в самом транспортном средстве данных документов не может являться основанием для, как бы, отказа в страховой выплате. Более того, что данные документы предъявлялись непосредственно при заключении договора страхования, в данном случае страхования, ну, по каскам, так называемым, в простонародье, вот, опять же, каких-либо изменений во владении транспортным средством мне происходило. Соответственно, страховая компания, ну, опять же, я вот говорю, присылая письменный отказ, фактически, как бы, лишает страхователя его законного права на получение компенсации. Вот официальный ответ, ссылка на пункт 3.6 «Правил страхования». Вопрос. Смысл тогда каска вообще? Также вот ты страхуешь дом, допустим, тоже заплатишь, будешь платить за него страховые суммы, и в результате тебе скажут, что забыла девушку в машине свои документы, и дом твой сгорел, документы в доме, и поэтому, к сожалению, мы не можем выплатить тебе страховую сумму. Ну, получается такой некий абсурд. Нам оказывают порой некачественные страховые услуги, и мы, как потребители, вправе требовать качества и безопасности этих услуг и своевременной выплаты. Прежде чем отправиться в страховую компанию, за комментариями мы позвонили, чтобы официально договориться о встрече. Вот каким получился разговор. Нам необходимо получить от вашей компании официальный комментарий по поводу отказа выплачивать деньги вашему клиенту Галине Коправовой. У нее страховой случай наступил. Наталья, мы бы хотели подъехать сегодня. Когда это лучше можно сделать? ДВ-центр, да? Да. Так, ну давайте сейчас подумаю, перезвоню вам. Нам перезвонили, и вот что потом сказали. Мы не имеем, как бы, такой привычки, то есть комментировать все там какие-то проблемы или еще какие-то ситуации на камеру. Поэтому, то есть официальное письмо будет. Вот, можете рассматривать. Наталья, а почему? Ну, просто речь идет о довольно немаленькой сумме. Не каждый день такие происходят ситуации. Поэтому, собственно, послушать, ну, чем мотивируете. И как бы у нас есть некие контраргументы. Хотелось бы поинтересоваться, как вы на них бы отреагировали. Вы знаете, все изложено в письме. Вот официально у вас отказ какой есть, с этим отказом как бы работаете. До свидания. Доводить дело до суда Галина Копралова не хотела бы. Только в крайнем случае, если договориться по-хорошему, страховая компания откажется. Я надеюсь, все-таки наша страховая компания образумится и все-таки выплатит страховку. Потому что все-таки, я думаю, что не одна я вообще от таких вещей страдаю. Не хотелось бы это останавливать. Вернее, как бы сказать, умалчивать такие вещи. Один промолчит, второй промолчит. Так они вообще потом не будут никому выплачивать страховки. А выплатить страховку придется, уверен юрист Александр Лашин. В нашей стране документы подлежат восстановлению. А потому, предъявив страховой компанией восстановленное свидетельство о регистрации автомобиля, аргументы у страховщиков, по идее, должны закончиться. Если автовладелец восстановит свидетельство о регистрации транспортного средства, то, соответственно, у страховой компании просто отпадет вообще мотивация по отказу в выплате страхового возмещения. То есть при наличии документов, таких как страховое свидетельство и паспорт транспортных средств, то есть данный случай должен быть близнестраховым. Имеется ряд примеров, когда вполне добросовестные страхователи пострадали, но страховое возмещение им не предоставляется. Только доказательства, добытые законным путем, могут свидетельствовать о наступлении, а равно и не наступлении страхового случая. По данным Федеральной службы страхового надзора, количество жалоб на недобросовестных страховщиков в 2009 году выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом. Хочется верить, что у этой истории противостояние страхователя и страховщика будет счастливый финал. Аналогичная ситуация, которая была разрешена в судебном порядке и подтверждена судом Костационной инстанции, истец обратился в суд о признании противоречия действующему Гражданскому кодексу Российской Федерации пункта, этого пункта правил, и судом было принято решение о удовлетворении в полном объеме исковых требований. И в дополнение хотел бы обратить внимание на то, что данные правоотношения, то есть договоры имущественного характера, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и именно нормативно-правильными актами, которые регулируют данные вопросы. На сегодня это все. Программа «Деловая Рязань» подошла к концу. Я, Евгения Холстова, прощаюсь с вами и желаю вам успехов в бизнесе. Субтитры создавал DimaTorzok